Привет, друзья, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами будем распаковывать подарочки. Ах, как мы это делали. Подарки, которые я получила от Викули с канала Просто Виктория. Вот такая вот косметичка здесь у меня. Но сначала давайте я расскажу вам небольшую предысторию вообще, как косметичка ко мне попала, кто такая Виктория, если вдруг, конечно, вы не знаете. Викуля с канала Просто Виктория, когда мне еще не было 100 подписчиков, написала мне комментарий под одним из моих видео. Тогда и завязалось наше общение. Я зашла к ней на канал, она заходила ко мне на канал. Мы смотрели видео друг друга и в итоге начали общаться. Общаться уже на такой приятной дружеской волне. И Вика прислала мне даже посылку, посылку в подарок с огромным количеством бьюти продуктов. Если вы не смотрели эту мега распаковку, посмотрите обязательно, это интересно. Я же собирала для Вики лаки, которую планировала ей не отправить и отдать именно лично. Мы с ней договаривались встретиться, но встретиться пока никак не получалось. Тут в августе у нас, к сожалению, форс-мажорные обстоятельства. Мы не смогли с супругом поехать туда, куда хотели. Запланировали в наш отпуск. Отпуск сократился. И мы решили провести его, ну, где-то в ближайших, скажем так, странах. А что здесь у нас под боком? Конечно же, Германия и Франция. Во Франции я встретила свой день рождения, а в Германию мы уже поехали потом. И поехали именно с расчетом того, что я там встречусь с Викой. Вика живет недалеко от Баден-Баден. И мы с мужем никогда там не были. Это очаровательный такой исторический, культурный, туристический, понятное дело, Баден-Баден. И мы там погуляли, прекрасно провели время. Очень красиво. Могу вам только порекомендовать. Нам все понравилось. И виды, и замок, и, конечно же, сам парк. Пусть и небольшой городочек, но, тем не менее, действительно привлекательный. Там же мы встретились с Викой на ужин. Поболтали от души. К сожалению, конечно, времени нам не хватило, но мы с Викой обязательно увидимся. Я Вике тоже кое-что привезла. Распаковку моих подарочков смотрите, пожалуйста, у нее на канале. Напомню просто Викторию. И, конечно же, добавлю вам в описании к этому видео ссылку, чтобы вы легко могли перейти и посмотреть. Ну, а мы с вами будем открывать то, что подарила мне Вика при нашей встрече. У меня уже прошло на тот момент мое день рождения, и Вика подготовила для меня такой приятный подарочек. В первую очередь, давайте обратим внимание на эту косметичку. Косметичка от Ифраше. И на сайте Ифраше можно было бы, в принципе, ее приобрести с набором разных космических продуктов. Но ничего из того набора мне не понравилось, поэтому я и не стала заказывать. Но косметички я обожаю. Обожаю косметички. И просто вот до какого-то крайности, если вдруг мне нравится просто косметичка, я могу заказать бокс ради этой косметички, я могу заказать, в принципе, набор ради этой косметички. Но в итоге косметичка, она была симпатичная, но не настолько сильно меня впечатлила. Давайте посмотрим чуть поближе. Здесь у нас рисунок осенний. Ну, на мой взгляд, уже осень какая-то. Листочки, лепесточки такого красно-желтого оттенка. А здесь у нас плетеночка. Да, косметичку мне она подобрала идеально. У меня такой нет. И давайте открывать и смотреть, что здесь у нас. Она полная, разумеется, эта косметичка. Здесь много разных продуктов. И не только от Ифраше, но первый от Ифраше. Кстати, именно Виктория подсадила меня на каталоге от Ифраше. Теперь я знаю, как там заказывать. Я знаю, как делать выгодные заказы. А вот не смотрела бы я ее видео, не знала бы. Самый мой любимый аромат. Это Манго Кориандр. Здесь 200 мл. И это гель для душа. Я обожаю этот аромат. Он волшебный. Он божественный. Он яркий. Такой красочный. И я просто люблю Манго. Люблю его во всех видах. В свежем, сушеном виде. В парфюмерии, в косметике. Да. Вот она. Это красота. У меня будет теперь вот такой вот гель для душа. в мою коллекцию Манго Кориандр отправляется. Следующий продукт, который я здесь вишу, он у нас упакован. Это Ревау Лав Сми. Косметика, которую можно приобрести в магазине Росман. Блю Праймер Дропс. Так, а это интересно. Здесь у нас 29 мл. И здесь сейчас все, конечно, закрыто. Так. Степень моей подготовленности просто на высоте. Я забыла своих помощников. Поэтому буквально секундочку, и я вернусь к вам. Открываем и смотрим, что же у нас здесь такие. Это праймер, насколько я сейчас вижу, здесь написано, который должен помочь нам контролировать и оптимизировать, видимо, нанесение макияжа. Так, поможет нам еще так же, чтобы макияж дольше оставался, видимо, свежим. И обладает необходимой дозой вот этой вот увлажнения нашей кожи. Отлично, давайте откроем, посмотрим, что же это такое, как это выглядит. Вот такая очаровательная стеклянная, да, стеклянная с пипеткой упаковкой. Выглядит, в принципе, симпатично. С удовольствием попробую, потому что праймер я использую, конечно же, на каждый свой макияж или под каждый свой макияж. Для того, чтобы просто он держался дольше, для того, чтобы наносился лучше. Увлажнение это вот просто очень-очень необходимая моя кожа. Так что я рада, с удовольствием попробуем. Следующий продукт у нас здесь тоже упакован, что это марка Revolution. У меня тоже нет такого продукта. И Вика, конечно, старалась подобрать то, что у меня отсутствует. Все-таки сложно подарить что-то человеку, который открывает большое количество боксов и адвентов, и просто делает закупки. Поэтому, да, есть некоторая сложность, но продукты пока что для меня все интересны. Revolution здесь у нас 2% ретиноида. Это концентрат, который должен помочь нашей коже улучшить тон. Здесь будет 30 мл без аромата, веган и cruelty free. Давайте тоже открывать и посмотрим, как это выглядит. Тут тоже у нас, наверное, пипеточка. Ой, так все хорошо упаковано, все прям качественно. Да, здесь у нас тоже стекло, матовое стекло. Обожаю такую упаковку, матовое стекло, когда с пипеточкой, моя самая любимая. С удовольствием попробую 2% ретиноида. У меня с ретиноидом, по-моему, ничего такого не было. Но, по крайней мере, я не помню. Я все еще в процессе перебирания своих запасов перед поездкой, перед тем, чтобы переехать в другую квартиру. Так что я пока смотрю, что есть, чего нет. Полар 50, это защита. Я обожаю марку Полар, мне она очень нравится. Она такая жирненькая, такая плотненькая. То, что любит моя кожа. Здесь у нас 20 мл, и это лосьон с очень высокой степенью защиты 50. 50 даже плюс, отличная вещь, потому что я, конечно же, с удовольствием использую защиту летом. Особенно, когда я отправляюсь в Турцию на целый месяц. Там просто 50, это обязательно, никак иначе. Возьму с собой. Следующее, что я здесь вижу, что тоже очень нахожу интересным. Это марка Эвелин. У меня ничего еще от Эвелин не было. Это польская косметика. Здесь 10 мл и 8 в 1 активатор, концентрат для ресниц. То есть это серум для ресниц. Причем написано, что это швейцарская формула. Ну, не знаю, не знаю. Тут у меня есть какие-то сомнения. Давайте откроем и посмотрим. Здесь вот обычная самая щеточка. Белый такой концентрат. Я как минимум белая сама по себе щеточка. Есть аромат самый обычный, как будто туши. И чем больше не пахнет, никакими альпийскими травками, ничем. Но попробую с удовольствием, потому что, в принципе, я, конечно же, ухаживаю сейчас ресничками. Причем особенно тщательно после ламинирования. Их нужно увлажнять. Следующие у меня два продукта, и они одинаковые, насколько я вижу. Это помадка от Terra Natur. Natur косметика. И цвет здесь у нас 01 Blondin. Ну, вы заметили, что я перекрасилась, поэтому мне этот цвет должен подойти. То есть здесь у нас как раз-таки помадка для брови. Ну, давайте какую-нибудь откроем и посмотрим, как это выглядит. Главное, конечно, понять, как это открывается. А то у меня не всегда срабатывает так, интересно. Она не сыпучая. Она такая, видимо, какая-то зафиксированная. А кисточка, кисточка, наверное, у нас должна быть вот здесь, вот в крышечке. Но это исключительно мое предположение. Я кручу-кручу, верчу-верчу, и ничего не откручивается. Так. Но она же, наверное, как-то должна работать, правильно? Так, все. Просто нужно потянуть. Тянем, потянем. Здесь малюсенькая, просто мупусечка, такая кисточка, которую вы будете набирать помадку и наносить на брови. Я с удовольствием попробую. У меня такого продукта еще не было. Интересно. И, надеюсь, поводок, конечно, в цвет. Сейчас у меня бровки тоже накрашены. И накрашены они тенями для бровей. Следующее, что здесь я нахожу, это подводка от Мина. 900 и 24 часа айлайнер. У меня уже был, по-моему, такой. Вообще, айлайнеры мне все Вика отдает, за что огромное спасибо. Я айлайнеры обожаю. Я крашусь ими регулярно. И сегодня даже тоже у меня айлайнер, который мне отдала Вика. Здесь Мина. Это дорогой, очень классный продукт. Поэтому я ему безмерно рада. Следующее, то, что у меня тоже еще не было, это у нас Слик Мейкап. 8,5 грамм. Фаундейшн. Кремовая фаундейшн. Интересно. А цвет? Я не вижу цвет. Какой здесь цвет? Но написано, что без будет. Ойл фри. То есть, получается у нас без масла. Без масляная основа. Цвет я, к сожалению, не вижу, пока открывать не буду. По одной простой причине, что она сейчас закрыта. Но давайте я прочитаю, что здесь написано на оборотной стороне, что она трансформируется с очень легкой, невесомой кремовой консистенцией в такую вельветовую матовую текстуру при нанесении. И дает вам такой финиш, он и покрывающий, и при этом он такой вот прям как будто вот легкий. Но цвет я здесь все равно не вижу. Интересно, но возможно будет какой-то такой нейтральный. Очень надеюсь, пока пусть закрытый будет, потому что у меня есть сейчас в использовании другие средства. Следующий продукт, он у нас от Ифраше из серии Эликсир Ботаник. Здесь 30 миллилитров. И это то, что я очень хотела. Я вылавливала на сайте Ифраше имена Швейцарии. Но я не знаю, то ли раскупают, то ли не довозят. Нет, просто этого продукта вообще никак. Поэтому сколько раз я не пыталась его заказать, к сожалению, не смогла. Вика поделилась, у нее есть второй такой, 50+, это Multi Protection. То есть получается как раз таки из вот этой линейки это защитный крем от солнца. У меня есть уже защитный крем от солнца. Именно такой от Ифраше отдельной линейки. А это из той линейки, которая у меня сейчас есть в использовании. Такая вот небольшая упаковочка, приятненькая на ощупь. Ну, 30 миллилитров на лето должно хватить. Отлично, буду пользоваться с удовольствием. И как раз таки то, что я вам говорила, то средство, которое у меня есть, которым я очень рада, вот такое. Это 50+, тоже защита, но уже 40 миллилитров. Это средство для лица от отдельной совершенной линейки. И причем здесь у нас еще борьба со старением. Ну, если не забывайте использовать, конечно же, защиту от солнца, когда вы гуляете, то вы уже очень себе даже помогаете. У меня сейчас в использовании вот такая вот штучка. Я ее покупала самостоятельно, использую с большим удовольствием и мне нравится. Аромат вот прям такого солнцезащитного крема. Не прибавить, не отнять, к сожалению. Жирненькая, да, нужно понимать, но при этом, если вы немножечко себя припудрите, то эта жирность, она в принципе пропадает. Но если вы припудриваться не будете, то вот это вот ощущение все-таки вот этого жирного, насыщенного крема на вашем лице, оно не будет вас покидать. Поэтому припудривайтесь обязательно. Я в принципе использую его даже под макияж. И девочке не скатывается. Это вот плюс. Потому что действительно я все равно крашусь и летом. У меня получается, что пудра на лице, у меня румяна, у меня хайлайтер. Что еще там может быть? Консилеры, конечно же, не забываю. Как без этого? Синечки прятать приходится. И в итоге у меня все нормально, до вечера остается. Поэтому это средство могу порекомендовать, оно мне очень даже понравилось. Что говоря про вот это, я буду его, конечно же, тестировать и тоже, надеюсь, очень понравится. Поэтому сейчас у меня есть вот два средства. 50 и 50, и это замечательно. Косметичка у нас пустая. Все мы с вами открыли, все мы посмотрели. Подарки, на мой взгляд, классные, полезные. Все то, что мне нужно и то, чего у меня нет. Так что буду тестировать, буду пользоваться с удовольствием. Спасибо тебе, Викуля, огромное. И спасибо вам огромное за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, видео вам понравилось. Тогда не забывайте пальчик вверх и обязательно подписывайтесь, если вы все это еще не сделали. Я же буду с вами прощаться до следующего видео. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Побольше сюрпризов, побольше верных, надежных друзей, которые всегда подставят плечо в любой непонятной ситуации. Мы же с вами увидимся в следующих видео. Не пропускайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok